Здравствуйте, с вами очередной выпуск новостей активизма команды Активатики. Настоящие баталии развернулись в Академическом районе Москвы. Дело в том, что 25 января Совет депутатов местных, а надо отметить, что в Академическом районе очень классный Совет депутатов, там в основном победили независимые депутаты, постановил единогласно, что 18 марта надо провести референдум, внимание, по снижению высотности строительства зданий в их районе. На самом деле это совершенно революционное решение, потому что, как вы понимаете, оно идет совершенно вразрез с интересами властей Москвы, которые очень сильно связаны со строительной мафией. Почему депутаты вообще восстали против высотной застройки? Ну, потому что, во-первых, в Академическом районе уже достаточно чудовищная и антигуманная высотная застройка. Во-вторых, потому что, вообще-то, изначально район Академический, он планировался как район низкоэтажной застройки. И вся инфраструктура этого района, она была построена таким образом, она изначально была рассчитана на определенное количество детских садов, школ, там, парковочных мест и других всяких социальных радостей. И вот представьте себе ситуацию, когда вдруг начинают, как грибы после дождя, вырастать 34-этажные дома, где, естественно, намного больше людей претендует теперь на те же самые поликлиники, детские сады, парковочные места и так далее. Понятно, что вот эта многоэтажная застройка, она, по сути, превращает жизнь людей в настоящий ад. Но чем еще интересно данное решение местного совета депутатов? А тем, что на самом деле сейчас власти, они крайне заинтересованы, чтобы 18 марта люди приходили на избирательные участки по совершенно любым поводам. Как вы знаете, больше всего власть боится, что 18 марта люди просто не придут на выборы, сами знаете кого. И они готовы сами придумывать совершенно невероятные темы референдумов для того, чтобы втащить людей и заставить их как-то отреагировать на те или иные референдумы. Ну, не так давно, например, власти придумали такой странный и смешной референдум по объединению районов Люблино и Марьино. Ну, зачем нужно объединять эти районы? Это, честно говоря, людям нормальным совершенно непонятно. Никому из москвичей от этого лучше не станет. Леонид Волков на эту инициативу сказал, что она совершенно дурацкая и совершенно фейковая, и явно совершенно, что никем из людей она не поддержана. Во-первых, это людям не нужно, а во-вторых, никто никогда не видел ни одного сборщика подписей за вот эту инициативу. Понятно, что вот такой референдум он людей не привлечет, и они, естественно, голосовать по такому референдуму не захотят. Совсем другое дело референдум по снижению высотной застройки в районе Академической. Здесь, извините, это действительно то, что касается нормальной жизни москвичей, это то, что касается их образа жизни. И, конечно, здесь москвичи захотят прийти и проголосовать за референдум. Но смотрите, какая получается интрига. Если власти зарубят этот референдум, то, естественно, люди не придут голосовать на выборы 18 марта, что противоречит интересам федеральным. Если они не зарубят этот референдум, то люди придут и, естественно, проголосуют за то, чтобы ограничить многоэтажную застройку у себя в районе. И таким образом московские власти позволят людям решать судьбу своего города. А этого они допустить совершенно не могут, потому что они на самом деле отстаивают интересы, как вы понимаете, не жителей, а стройкомплекса. А стройкомплексу это очень невыгодно. Поэтому настоящая интрига тоже на самом деле так активно защищает интересы стройкомплекса. И кто будет выступать против решения Совета депутатов Академического района по снижению многоэтажной застройки. Значит, 2 февраля прокуратура оспорила решение Совета депутатов Академического района. С иском в Гагаринский районный суд обратился Гагаринский межрайонный прокурор города Москвы Николай Батищев. Вот с какой формулировкой он обратился в суд. Имеется наличие явной опасности, нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Вот как интересно получается. Оказывается, что какой-то неопределенный круг лиц сильно пострадает, если в Академическом районе появятся дома цивилизованные, нормальные, малоэтажные застройки, и вот почему-то господин Батищева этот вопрос сильно волнует, и он хочет вот этот неопределенный круг лиц каким-то образом защитить. Но дело это еще далеко не решенное, потому что, как вы понимаете, теперь прокуратура в лице господина Батищева, она выступает против интересов федералов, которым нужно всенепременно 18 марта затащить избирателя на выборы. И интрига нарастает. Я вам всем рекомендую активно за этой интригой следить. Депутаты независимого Академического района просто молодцы. Ну, во-первых, вы теперь понимаете, зачем нужны нормальные независимые депутаты. Для того, чтобы, правда, отстаивать ваши интересы, вот как это делают депутаты Академического района. Ну, неспроста Академический район, это все-таки район интеллектуалов, там и депутаты соответствующие. Конечно, хотелось бы таких депутатов по всей Москве, а лучше по всей стране. И на самом деле они показали очень правильный пример, потому что вот теперь я всем очень рекомендовала бы свои горящие темы выносить на референдумы. Почему? Потому что понятно, что перед выборами власти вынуждены будут прислушиваться к людям. Они вынуждены будут обеспечивать явку. И, следовательно, есть шанс, он небольшой, но он есть, что ваша тема, с которой вы боретесь, тема, которая у вас болит, вы ее вынести на референдум. И есть все-таки шанс, что этот референдум одобрят, и по нему удастся проголосовать, и решить какой-то вопрос. А тем временем к чемпионату мира по футболу Россия готовится в лучших традициях булгаковского Шарикова. Помните, как он боролся с котами? Мы котов душили, 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 душили. Вот именно этим самым сейчас занимаются и наши с вами замечательные власти, которые на протяжении последних трех месяцев объявили государственные закупки. Знаете на что? На убийство, отлов, уничтожение животных. Защитники животных добились встречи с Мутко 30 января. На этой встрече они поставили его перед фактом, что уничтожение животных вот таким вот образом, оно не только негуманно, это на самом деле просто позорит Россию на весь мир. И нам уже было достаточно позорных эпизодов с Олимпиадой в Сочи, и, наверное, уже хватит как-то позориться. Мутко страшно взволновался такими формулировками, как убийство, эвтаназия, и вот именно жесткость этих формулировок ему страшно не понравились. То есть он предложил как-то смягчить эти формулировки, но сделать это совершенно невозможно, потому что все равно в тендерной документации надо будет четко написать, за что берутся деньги. А берутся они действительно за убийство животных. На прямой вопрос, все-таки кто же должен решить вопрос с отменой тендеров, активистам ответили, что этот вопрос в ведении генерального прокурора Чайки. И на следующий же день, 31 января, перед генеральной прокуратурой защитники животных встали с пикетами. Они требуют отменить тендеры и решать вопрос о животных цивилизованным. Вот что заявляет основатель Некоммерческого фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. В 17 лет власть вводит людей за нос. В 17 лет нам обещают закон, который защитит животных. В 17 лет их продолжают убивать. Единственный гуманный метод регулирования численности животных – программа стерилизации. А власть предпочитает это игнорировать. Также власть отказывается регистрировать животных и вести ответственность за бесконтрольное размножение. Им нужны щенки и котята на улицах. Им выгодно ежегодно устраивать тендеры на отлов и последующие убийства. Ну, вместо того, чтобы позориться на весь мир, убивая животных, не лучше ли вот эти самые миллионы потратить на то, чтобы цивилизованно решить вопрос, а не обворовывать в очередной раз налогоплательщиков, вытаскивая деньги из их карманов на совершенно низменные цели убийства животных. Проблема мусора, которую традиционно принято считать проблемой больших городов, ну, актуальных для Москвы и для Санкт-Петербурга, оказывается, она теперь актуальна и для регионов. Ну, например, в Московской области жители города Порхова очень так сильно конфликтуют с местной властью. Почему? Потому что на их полигон, который и так уже заполнен, власть местная начала свозить отходы мусорные со всей области. И, честно говоря, это решение жителей совершенно не устраивает, потому что оно вообще чревато экологической катастрофой для их города. Дело в том, что вот этот Порховский полигон, он был переполнен еще в 1983 году. Он уже тогда должен был быть закрыт. Но решение о его закрытии все время переносилось, переносилось и переносилось. И вот Росприроднадзор в своих, так сказать, последних наблюдениях сделал вывод, что на самом деле полигон-то может еще... Он заполнил всего-то на 25% и он может еще принимать мусор. И что на самом деле все правила техники безопасности, они соблюдены. Но это совершенно не соответствует действительности. Дело в том, что место для мусорного полигона было выбрано совершенно неправильно. Это было сделано в прошлом веке и это была ошибка. Дело в том, что мусорную свалку сделали на болоте. А болото – это на самом деле почки земли. Болото – это совершенно не бросовое место. Болото на самом деле питает реки и ручьи. И если вот эти вредные отходы из мусора попадают в болото, то они после этого попадают и в питьевую воду. И жители города Порхово, естественно, бьют тревогу по этому поводу. Им совершенно не хочется пить зараженную воду. Они начали активность, они начали проводить народные сходы. И они организовали рабочую группу, которая постоянно следит, контролирует состояние свалки рядом с городом Порхово. И 10 февраля будет большая массовая акция, за которой мы обязательно будем следить. Аналогичные мусорные проблемы и под Ставрополем. Там развернули полигон тоже в крайнем неудачном месте. Развернули его на плато. И под этим плато находится водоносный слой. Естественно, мусор попадает в воду, отравляя жизнь в прямом смысле людей, которые живут, вынуждены жить рядом с этим полигоном. В Ставрополе народ боролся против полигона очень активно. Еще в 2011 году на общественных слушаниях жители практически единогласно проголосовали против того, чтобы рядом с ними развернулся мусорный полигон. Но власти их тогда обманули. Они пообещали им, что это будет не помойка, а полигон, по сути, это такое красивое название, помойки, огромные свалки под открытым небом. Власти пообещали, что будет европейский завод с европейскими технологиями переработки. И вот, товарищи, не верьте, не верьте голословным обещаниям, как это произошло в Ставрополе. Вот учитесь на ошибках других. Дело в том, что жители обманули в Ставрополе, и вместо европейского завода они получили обычную русскую помойку, с которой теперь живут и страшно мучаются. Ну, что я могу сказать? Очень обидно, что власти относятся и к людям, и к животным в России, как к мусору. Но будут ли они дальше так к нам с вами относиться, во многом зависит от нас с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...